Всем привет! С вами Янчик Мартынова. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет видео обзор моих изделий из керамики. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Итак, моя самая первая работа из керамики это тарелочка белая спящая кошечка. Здесь сама тарелочка была вылеплена по форме гипсовой, но ее ушки, хвостики, мордочка это уже мое творчество. Это было на первом бесплатном уроке, на который я попала случайно. Я так впечатлилась результатом, что сразу купила абонемент и занимаюсь уже керамикой почти полгода. Следующая работа уже вылеплена полностью руками. Это чеширский кот. По плану он не должен был быть таким большим, но когда я его лепила, а он кстати полый внутри, он становился все больше и больше, он очень тяжелый, наверное больше килограмма глины на него ушло. Но его улыбка всех веселила на керамике и сейчас он живет у меня дома. Когда я на него смотрю, я вспоминаю все эти приколы, которые все шутили на лепке. И короче он мне так поднимает настроение, я его просто обожаю. Далее я решила сделать подставку для мейкапа. По сути это получился кирпич, особенно по весу. Тут тоже я все полностью лепила вручную. Таскать его нереально, но если где-то поставить и пользоваться, то очень удобно. Следующая тарелочка в виде гранатов, вылеплена при помощи гипсовой формы. Далее моя первая тарелочка уже сгончарена на станке и я решила ее разукрасить в виде киви, чем всех на лепке удивило. Я ее очень люблю. На тот момент, много месяцев назад, это была попытка сделать кружку. И у меня было много таких попыток. Гончарить оказалось очень сложно. И моя самая большая мечта была это сгончарить себе кружку. Но получались одни тарелки. Поскольку всем понравилась моя идея с киви, я решила взять гипсовую форму и сделать арбузик. И все, началось. Все на керамике начали делать арбузики. И начали говорить, что Аня посадила семечки. И вообще, только пошла на керамику, уже задаю моду, честное слово. Потом я начала делать листики, но это будет уже в другом видео. И все начали делать листики. Второй арбузик уже был сгончарен на станке. И как видите, он гораздо тоньше. Так слепить просто нереально. Только сгончарить. Вот для сравнения. Далее была попытка опять сделать чашку и вышло блюдце, которое я разукрасила в виде лимона. И это мое самое любимое блюдце, которое я успешно использую по предназначению для лимона. Следующая работа это подставка для макияжа или конфетницы, которую я сделала на подарок. Все вылеплено вручную. Но, к сожалению, глазурь как-то совсем плохо легла. И такое бывает. Очень часто все непредсказуемо. Например, три работы у меня вообще глазуровку не пережили. Следующая работа это лепка, тарелочка в виде сердца. И последняя работа это моя первая кружка, на которой написано лов. Ее я сгончарила сама. Она, правда, вышла маленькая, половина от того, что я обычно пью, а я очень люблю пить чай. Но это победа, которой я шла несколько месяцев. И на данный момент я уже легко гончарю большие кружки. Но это была самая первая и самая любимая. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. И напишите в комментариях, какая работа понравилась вам больше всего. Всех вас целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok